Дорогие родители, всем привет! Рада начать снимать видеокурс фортепиано и музыкального развития для детей от 4 до 10 лет, который состоит из 72 уроков и называется Puzzle Piano. По желанию можно подключиться к виртуальному курсу Puzzle Piano в программе iTunes U, код активации которому я высылаю платно, или приобрести весь материал курса к данным видеоурокам, а именно методическое пособие для родителей – это схематически написанный план каждого из 72 уроков для преподавания комплексных уроков фортепиано и музыкальной эрудиции родителями, две рабочие тетрадки и необходимые ноты, набор специально подобранных тематических раскрасок, различных карточек, наглядностей для последующего распечатывания. Детский курс имеет 4 схемы проведения уроков, которые подробно расписаны на моем сайте и в отдельном видео о схемах проведения индивидуальных уроков моих курсов. Ссылка будет в описании. Начнем первый урок. Сегодня мы поговорим об устройстве фортепиано, тембрах, звуках, о регистрах, о восходящем и нисходящем движениях. Также рассмотрим нотку до и поговорим о координации правой и левой рук. Приятного просмотра! Для проведения урока родителю понадобится фортепиано, методическое пособие, подписка на канал Your Piano, пазл, раскраски и компьютер. Фортепиано – это струнный ударно-клавишный музыкальный инструмент. Предшественником фортепиано является клавесин. Его недостатком был быстро затухающий звук, что делало невозможным держать постоянный уровень громкости и мешало игре легато. Этот факт исключал одно из важных выразительных срез музыки, а именно динамику – изменение громкости. Фортепиано – это инструмент с горизонтальным или вертикальным расположением струн. Горизонтальное – у рояля, а вертикальное – у пианино. На звучание фортепиано большое влияние оказывает его конструкция, с XVIII века претерпевшая значительные изменения. Фортепиано состоит из акустического аппарата – это резонансная дека, струнная одежда, также клавишного механизма и опорных конструкций. Сложная система рычагов механизма позволяет передать усилие отыграющего через клавишу к молоточку, удар которого по струне производит звук. Современный диапазон фортепиано – это 7,5 октав или 88 клавиш. Фортепиано изобрел итальянский клавесинный мастер, работавший над созданием молоточкового механизма для клавесина. Инструмент был назван Синтезатор – это электронный музыкальный инструмент, работающий от электричества, создающий, то есть синтезирующий, звук при помощи одного или нескольких генераторов звуковых волн. В звуке бывают шумовые, звоны и музыкальные. Например, машина издает шумовой звук, флейта – музыкальный, колокольчик звенит, значит, создает звон. Музыкальный звук – это звук определенной высоты, использующийся как материал для создания музыкальных сочинений. Когда говорят, что звук мягкий, густой, резкий, звенящий, то говорят о тембре звука. Вы можете по голосу узнать своего знакомого, потому что тембр его голоса не похож на тембр других людей. Вы можете отличить звук гитары от звука флейты, потому что этим инструментом соответствует своя окраска звука, то есть тембр. Регистр – это часть звуков, объединенных каким-либо признаком, главным образом – тембровым. Условно различают три регистра – высокий, средний и низкий. Выполните упражнение. Изобрази звуками. В разных регистрах попробуйте изобразить звуками нарисованные картинки. Послушайте разницу в звучании. В основном правая рука на фортепиано несет функцию показа мелодии, главной мысли произведения, а левая помогает и подыгрывает ей, украшает и придает красочности и гармонии в звучании. Звуки могут не только стоять на месте, но и двигаться в восходящем и нисходящем направлениях. Последовательный восходящий или нисходящий ряд звуков называется звукоряд. Выполните упражнение. Играй третьим пальцем последовательный ряд звуков в одну и другую сторону, отдельно каждой рукой. И определи, как меняется высота звука, где, по-твоему, более высокие и более низкие звуки. Нота до – это название первой ступени звукоряда. Для детей младшего дошкольного возраста обозначаем ассоциативно как барашек до, потому что нота похожа на барашка с рожками. Для детей младшего школьного возраста рисуем ноту до на нотном стане без ассоциативного обозначения. Это правило будет распространяться и на все последующие ноты. Выполните упражнение. Двумя руками поочередно находим до на клавиатуре. Ручки, как пчелки, перелетают от одной клавиши к другой, как бы по дуге. Руки при этом свободные. Нарисуй барашка до в своей тетради несколько раз. Выполни упражнение. Посмотреть и посчитать про хлопать видео номер 3. Посмотрите мультфильм видео номер 4. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Я по возможности обязательно отвечу. В описании к этому видео вы найдете ссылки на тематические видео для этого конкретного урока. Разворачивайте описание. Там всегда много интересной и необходимой информации. Если вы хотите заниматься вдвойне или даже втройне эффективнее, занимайтесь по схемам проведения уроков. Ссылки на схемы проведения уроков я оставлю в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok